Добро пожаловать на одиннадцатый этап второго сезона Формулы 1 на гран-при Германии. Что ж, как обычно, начинаем с квалификации, где во втором сегменте я умудрился чуть не разложить болид. Слава богу, все окручивалось только повреждения переди на тигролай и не более. И за счет этого я все-таки смог пройти дальше и спокойно обычно выиграл квалификацию. Ну, ничего в принципе нового. Серьезно, как обычно, на четвертом месте и на этот этап у нас, кстати, не приехало обновление в плане снижения веса. Значительное обновление, которое должно было приехать, и шанс того, что оно не приедет, было где-то 3-4%. И то есть, по итогу, оно попало в эти самые 3-4%. Вот. Ну, да ладно. В принципе, без этого болид довольно хорошо себя показывают на трассе, пока и приедет на следующий этап это обновление. Этапом позже, этапом раньше, не суть. Для нас это не особо большую роль играет, больше играет для Сироткина даже. Ну и такие небольшие новости по поводу канала. То, что я сейчас, скорее всего, на этой неделе будет мало роликов выходить, может на следующий тоже. И также я с этой недели думал сейчас стримить, но опять же, у меня сейчас там есть небольшие дела, которые надо сделать на этой неделе. И на следующий может их доделать. Вот. Поэтому со следующей недели гарантированно, скорее всего, начну стримить. Может быть, даже с этой начну. Там есть варианты, чтобы постримить, помимо CSGO. Вот это, например, Battlefield Exile, там будет новая лига, ну, может, узнает. Собственно, может, ее постримлю. И ладно, пока вернемся у нас к Формуле-1. С Артуршелка я первый. Второй Льюис Хэмпсон, третий Вальтреботс, четвертый Сергей Сироткин, пятый Себастьян Феттель, шестой Чека Перес, седьмой Стабанакон, восьмой Кролл Сайенс, девятый Шарль Кьярд и десятый Фернадо Лонса. Такая стандартная уже топ-десятка, опять же, у нас две Форс Индии прошли в третий сегмент, но и также у нас не прошли две, два Редбула. Причем Даниэль Кьярд, судя по всему, еще в первом сегменте отвалился из-за того, что у него случилась какая-то авария, скорее всего, потому что я это даже не заметил. Ну, а Ферстаппин, Райканен, они отвалились, потому что решили поехать на софте. То есть из-за того, что у нас здесь есть некий пробел в комплекте, когда у нас ультрасофт идет, а потом софт тут же, соответственно, в квалификации поехать на софте это не самый лучший вариант, потому что проигрыш во времени будет почти секунда по-хорошему. Если был бы суперсофт, да, проигрыш по времени был бы намного меньше, где-то полсекунды, четыре десятых, и это меньше сказывалось, но когда софт будет все-таки, это значимость такая разница. По стратегии, так как я не проезжал, как обычно, программу на стратегию гонки, зато я делаю себе сам ее, потому что я не хотел ехать на медиуме, ибо я мог протянуть не на двух софтах. Ну и переходим к старту. Собственно, старт был там, это также в этом видео будет побольше онбордов моих, собственно, не зря это видео посвящено будет целому этапу, и в первом же повороте у нас Сироткин хотел пройти сразу оба Мерседеса, но, к сожалению, у него взяли в клещи, и, к сожалению, Сироткину пришлось оттормозиться и пропустить оба Мерседеса вперед. Позади Сироткину тут же начали воевать между собой Феттель и Чака Перес, также позади Саенс проходил постепенно, там, Стабанакона, но Чака Перес, к сожалению, не смог пройти Феттеля, ну а позади все бок о бок продолжали ехать до самого, до самой Шпильки, даже в четвером позади ехали. Ну и после Шпильки уже Пелотон более-менее устаканился, все начали ехать друг за другом, может быть, там, пару болидов оставались, бок о бок ехали. Собственно, четвертый круг, начало его, выхожу из-за третьего поворота, даю слишком много газа, и меня просто выносит, разворачивает, из-за чего я теряю кучу времени, пропускаю кучу соперников, и просто кручу я имею ввиду полностью весь Пелотон. По большей части, да, я там не пропустил под конец только последнюю группу, но и то, не пропустил, потому что они отстали очень сильно, и только из-за этого. Кое-как разогнался напрямую, и меня прошел Гасли, тут же пытается пройти и Хартли, но я решаю просто по внутренней дистанции защитить свою позицию, точнее даже вернуть, что мне удается спокойно, и уже преследую Гасли. Также, моих покрышки после этого разворота не чувствовали себя хорошо, они были перегреты, потому что это все-таки ультрасофт, и тут же я совершаю еще одну ошибку, еле-еле избегаю столкновения с Хартли, из-за чего я еще больше нагреваю покрышки. По итогу, у меня просто пропадает полностью сцепление на задней оси, потому что, ну, покрышки не выдержали такого издевательства. Мне тут же инженер предлагает поменять стратегию, ну, потому что просто я чуть-чуть надолго, и на газ меня тут же несет болит, из-за того, что износ покрышек задних уже произошел до 60%, из-за вот как раз этих всех манипуляций. По итогу ранний пидстоп, по итогу потерянное время, опять же, которое надо будет нагонять по итогу, но опять же, заканчивал таким дрифтом, небольшим, своеобразным. И в то время, пока я делал свой пидстоп, сражались оба мерседеса между собой за первое место, собственно, босс пытался пройти к Хамильтону, но опять же, у него не получилось, к его сожалению. Ну и, как обычно, седьмой поворот, и, опа, Эриксон отправляется в отбойник, и заканчивает на этом гонку. Также, вроде, были еще пару контактов, но не столь критичные, как данный был. То есть, делались максимум, там, поврежденным антикрылом передним. Вроде так было, у Эклера, по ходу этого этапа. Потом, Магнус, вроде бы, сражался с Феталем, не смог его пройти, по итогу в него еще въехала Тор-Роса, который сломался переднее антикрыло, из-за чего тут же Тор-Роса и прошли оба болида. Ну и уже позади этой группы, начинал я ее догонять постепенно, и также вся эта группа начала формироваться в такой ком небольшой. То есть, все пытались друг друга пройти, уже выходили по двое, как обычно, в шпильку эту. Я просто беру, влетаю в эту толпу, по сути, из-за того, что все друг друга оттормаживают очень сильно. Я выиграю за счет этого три позиции, плюс еще на разгоне он гоняет Гасли спокойно, и в самом, что в седьмом повороте я его не убил, ну, просто из-за того, что я смог от него оторваться. Чуть позже я догнал уже Кона во второй уже шпильке, по внутренней дистанции его прохожу, спокойно, без кисельных проблем. Самое главное было в этой шпильке не заезжать на зеленую часть, потому что она слишком скользкая, и там можно просто подскользнуться, так сказать. Потом уже, после старта и финишной прямой, я догнал Переса с Магнусоном, просто между ними протиснулся и прошел, но потом на прямой, уже за счет ДРС, я спокойно догнал Магнусон, также начал опережать, даже потому что я рано начал тормаживаться. Опережает, и по итогу у нас здесь снова началась такая борьба. На разгоне я, в принципе, начинаю его догонять потихоньку, седьмой поворот, тем более, кстати, стараюсь езжать чуть пошире, чтобы оставить ему место, чтобы я не задел его, он меня, мы не отправились в этот поворот в отбойник, как Эриксон уже это сделал, ну и по итогу он просто решает оттормозиться. Потом, догнав Ферстапина опередил, без каких-либо проблем, потому что у него были какие-то механические проблемы, из-за чего у него демп упал. И вот, собственно, салон, в этой самой шпильке я пытался пройти по внутренней дистанции, но, к сожалению, опять же, разгоняться на ней очень сложно, потому что это начинается носить просто. Из-за этого мы проехали какую-то небольшую часть бок о бок. И уже спустя там еще кругов 5-6 я догнал уже эту пару в виде Фетталя и Риккярда, которые идут на одном пидстопе. И хорошо, что они еще не отбыли свой пидстоп, потому что я их догнал, и, соответственно, после своего пидстопа я выйду, скорее всего, впереди них. Ну и тут же Риккярда тут сворачивает на свой пидстоп законный, ну а я уже продолжаю ехать в погоне за Хэммердон, который был уже секунд к десяти от этой парочки. Потом я заехал на пидстоп, как и Хэммердон, собственно, через 5 кругов, и после того, как мы выезжаем из пидстопа, проехав в половину дистанции круга, у нас выходит машина безопасности. Из-за чего она выходит? Да все просто потому, что он сошел в Хюлкенберг по проблеме с ДВС на старт-финичной прямой. Он даже отъехал специально ближе к боксам, но все равно вышел в машина безопасности. На рестарте я снова чуть не угробил болид, отправив его почти в отбойник на старт-финичной прямой, там, где я был в Хюлкенберг, из-за чего мне пытался обойти Феттель, из-за чего мне пришлось взять намного шире, потому что у меня просто не было места, куда бы я смог пройти. И из-за этого Феттель прошел сам поворот довольно медленно, и его тут же начали догонять трио в виде Рэдбула, Хаса и Ботаса позади. Напрямой у нас еще не было ДРСа, потому что это был только рестарт, и все пользуются в основном слепстребом, и они в троем, в ряд просто начинают подходить к шпильке. Также Хас думает уже, где протиснуться, там же еще и второй Рэдбул подъехал, но Феттель везет, он все-таки по внутренней дистанции проходит поворот, и за счет этого остается на своей позиции. Рэдбул проходит Ботаса, и Ботаса даже теряет позицию по отношению к Хасу. Также позади начал проходить уже Пилотон Несироткин, который заряжал на лишний свой пистоп из-за того, что у него были какие-то повреждения с передним одеколом, из-за чего он сейчас выехал после машины безопасности, и в конце Пилотон начинает прорваться. В принципе, прорывается он довольно успешно, но сразу же обходят Хаса и Рено, и начинает уже погоню за вторым Хасом, который тут же нарисовался, и уже впереди был виден даже Рэдбул. В седьмом повороте опять же была опасная ситуация, то что Сироткин мог опять же улететь в отбойник и закончить эту гонку, но повезло, он просто решил оттормозиться. После рестарта опять же на следующий круг я догнал уже Кимми напрямой, спокойно обхожу из-за того, что у него поношенный уже был медиум, но все-таки у меня софт, за счет этого на разгоне я спокойно его опережаю, ну и по сути остается впереди только Хэммитон, у которого было где-то примерно 3 секунды, но с моим темпом я его догоняю через пару кругов, буквально так же у нас уже отдаётся ДРС, за счет этого я еще быстрее его нагоняю, но в связке второго, третьего, четвертого поворота я совершаю не больше ошибку на выходе, медленно не выхожу и даю ему оторваться, но опять же у меня ДРС, плюс шутка 3 МВС-3 появляется, и к шпике я его спокойно догоняю и начинаю уже по внутренней дистанции опережать, так же, когда я поехал вправо, у меня немного снесло, я опять же мог отказаться где-то в отбойнике, не знаю, вот как-то на этапе машина не особо себя хорошо вела, то есть не особо стабильно, но может быть из-за того, что я слишком резко пытался поворачивать иногда и работать с газом тоже резко. Сироткин к тому моменту уже был на восьмом месте, тут же прорывается на седьмое, погнав фортбул, и начинает уже бороться с, вроде, с Банаконом, но не удается, к сожалению, не только к следующему кругу на этой прямой, за счет ДРС и Слепстрима его обходят, и возвращается на шестую позицию, что довольно неплохо, то есть все-таки Сироткин не финиширует где-то в шопе мира, как обычно, а хотя бы хоть в каких-то более-менее хороших очках, потому что там как-нибудь надо бороться за футбук конструкторов. Физишная прямая, я, собственно, первый спокойно оторвался еще от Льюиса, там, на секунд десять. Ботес у нас, кстати, в стратегии трипидстоп вроде приехал, но в третьем месте по итогу. Конечно, надо фигуло то, что провалился Сироткин, я не знаю, вот, немного ему вроде бы не хватает, не знаю именно чего не хватает Сироткину, но надеюсь то, что в скором времени он начнет уж, хоть как-то приезжает там на вторых-третьих местах, потому что, ну, это не дело. Ну, то ладно, у нас, кстати, уже подходит к середине уже сезона этот, и за сезон у нас было 11 гонок, из которых в 10 я выиграл. Да. 10 гонок из 11 выиграть. Если бы еще Бахарин был выигран, то да, прям, это была бы тотальная доминация. Ну, а так, имеем, что имеем. В следующем сезоне, конечно, задался поначалу не очень, но сейчас он идет довольно легко, потому что у нас замечательный болид, и я, кстати, думаю, то, что в следующем сезоне я сделал не так, как я и начально планировал, когда я должен был перейти в какую-нибудь другую команду, и зашли, ну, то, что это будет Мерседес, но сейчас, я думаю, может быть, продлить эту серию видео на еще два сезона, но уже в другой команде, которую вы, может быть, скоро узнаете. Ну, так, пока буду постепенно намекать. В соперничествах я спокойно выигрываю и Сиролкина, и Ильюс, за счет этого набираю кучу очков, которые можно потратить на то обновление, которое у меня не приехало, и еще заказать пару мелких обновлений в разделе шасси. Собственно, заказываю это обновление, и также думаю, что взять, думал взять еще снижение износа шин по максимуму, но потом подумал, что четыре недели это будет довольно долго, ждать, поэтому возьму два мелких на тормоза. Может быть, все-таки это поможет чуть-чуть лучше-то тормозить, на пару метров больше можно было и тому подобное. И по итогу надо уже начинать копить очки на то, что изменится в регламенте, потому что если у нас будет дикие изменения в регламенте по 2-3 отдела, я не смогу просто их все оптимизировать, из-за чего боты не получат тот балет, который я имел. Это, ребята, со мной был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч, ребята, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok